Они постоянно рассказывают, что впереди планеты всей. Говорить можно всё, что угодно. Что их все боятся. Невозможно нас победить. И победа не за горами. Воевать умеют только русские и немцы. А немцев мы уничтожили. Наш памятник стоит в Берлине. Но многие участники этих фейковых ток-шоу забывают, что времена Великих Побед давно в прошлом. И сегодня Рэв сражается только сама с собой. А если точнее, со своими маразмами, халатностью и желанием быстро выслужиться перед начальством. Когда ты системой дурно управляешь, в ней появляются некие другие показатели, некие другие нормативы. Потому что если тебе важен не результат, а важно хорошо отчитаться перед начальством, если институциональная процедура оказывается слабее, чем взаимоотношения с начальником, а тем более с большим начальником, то система идет в разнос. В момент, когда мировое напряжение нарастает, что делает Кремль? Он предпринимает все попытки, чтобы только усилить его. Одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день. Задача номер один — удар условными ракетами. Вот как это может выглядеть перед вами. Один из вариантов смоделированной атаки. Зенитчики, словно пианисты, играющие в четыре руки. Да-да, это пропагандистский канал «Звезда», с экранов которого нисходят ролики, сюжеты, фильмы о мощи российской армии. На сегодняшний день Россия считается мировым лидером в вопросах противовоздушной обороны. И так было всегда. Так видят свою армию они. Они уже отошли от ядерного столкновения с нами, понимая, что это им большой конец. А какой же она является на самом деле? Сейчас мы на нее посмотрим глазами самих российских военных. Это видео с военными РФ, которые пытаются тушить пожар в палаточном городке в Богучаре, Воронежская область, что в 45 километрах от границы с Украиной. Выжженная земля — это, к сожалению, то, что чаще всего остается после прихода российских «зеленых человечков». Игры с огнем часто обходятся очень дорого российской армии. Так, на одном из полигонов в ходе учений солдат-срочник оправдывается перед оставшимися за кадром командующими за то, что он случайно сжег замаскированный БТР, пытаясь разогреть себе еду. Как получилось, говори, б***ь? Разогреть еду, разогреть еду, разогреть еду, б***ь. Где ты хотел разогреть еду? Я землей окопал участок, чуть-чуть поджог. Обед-срочнику стоил чуть больше 28 миллионов рублей. Именно во столько обошелся сгоревший БТР и оружие. Полгода в штрафбате, а материальные расходы легли на плечи Минобороны. Вот куда идут налоги россиян. Как он загорелся, б***ь? Как он загорелся, б***ь, незаведенным! И почему-то нам кажется, что это далеко не единичный случай. Пьяный танкист уехал. В мое жилье. Военнослужащий был абсолютно трезвый. Потому что они ехали на полигон. Сейчас бы танком переехали. Смотри, алена танка. Так что если в РФ даже таких вояк набирают на службу, то с такой армией Кремль далеко не уедет. Я думал, что в русскую военную стратегию и особенно в тактику входят, было бы интересно посмотреть на эти цифры, входит вот этот допуск на вот это вот русское траляля. Что по дороге столько-то техники поломается, столько-то солдатиков набухается и попадет в какую-то халепу, ну и так далее. А какие-то подразделения приедут вообще не туда. Новые технологии и инновации. Это вообще отдельная тема. На базе училища ВДВ российские предприятия оборонной промышленности и конструкторские бюро представили сотни разработок. В их числе инновационное стрелковое оружие, машины для передвижения в болотистой местности и тренажеры для подготовки будущих десантников. Как всегда, звучит красиво, выглядит не очень. Но тут, как показывает практика, главное соревновательный принцип. Естественно, с американцами. Данные системы десантировали миномет 82 мм и 15 мин сразу с ним, непосредственно с самолета Л-76. Чего не делают даже американцы. Когда самолет пятого поколения Т-50 ломается во время взлета и горит после посадки. Когда танк последней модификации, которым собирались пугать всю Европу, глохнет возле Мавзолея. Пока в армии РФ будет твориться все это, она не то что не будет непобедимой. Ее просто перестанут воспринимать всерьез. Оно становится сильным благодаря российской пропаганде. На самом деле мы это уже проходили в 2014 году. Поверить в то, что РФ может что-то изобрести или сделать качественно, уже никто не может. Это видео с прошлогодних международных учений «Кавказ-2020». Очередное доказательство того, как все на самом деле обстоит в российской армии. Ракета, выпущенная из комплекса С-400, просто упала на технику внизу. Все солдаты ринулись в рассыпную. При этом на видео слышно, как военные сами смеются над своей неудачей. Я застелся! Я застелся! У российского оружия нет аналогов в мире. Разработки, которые еще недавно называли фантастикой, теперь реальность. И с этим вынуждены считаться за рубежом. Стоит отметить, что это уже далеко не первое падение ракет С-400 на учениях в РФ. Даже российские СМИ не упустили случая вспомнить об этом. На учениях «Кавказ-2020» какая-то аномалия. Сначала танк стреляет по своим, потом военный метким выстрелом в себя лишает себя же руки. Теперь зенитная ракета не взлетела. А сегодня туда приехал Путин, на секундочку. Вот она, реальная боеспособность армии РФ, написана в одном из комментариев под видео. И что тут скажешь? Народ, как всегда, зрит в корень проблем. А стоит ли вспоминать, как в 2019 году во время ремонтных работ загорелся единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»? Возгорание на крейсере «Адмирал Кузнецов» локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота. Плавучий гигант, источающий черный дым, смотрелся действительно устрашающе. Но скорее не с точки зрения мощи и военной угрозы, а исключительно с точки зрения экологической безопасности вокруг него. Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать. Годом ранее, в 18-м, в Кольском заливе затонул плавучий док ПД-50, который использовался для ремонта адмирала Кузнецова. Один из башенных кранов упал на вскрытую часть корабля и повредил оборудование. По предварительной версии, причиной аварии стали перебои с подачей электроэнергии. У нас нет океанского флота. С этим авианесущим крейсером постоянно что-то происходит. Например, в 16-м году только за один месяц Минобороны РФ потеряла два истребителя. Так, с крейсера в Средиземном море упал истребитель Су-33. Лётчик катапультировался. Чуть позже, при заходе на посадку, упал МиГ-29К. Кремль может без устали проверять боеготовность своей армии. Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и родовозь. Но это будет всего лишь показуха. Морская пехота прорывает оборону. При поддержке реактивной артиллерии к берегам Камчатки швартуются десантные корабли. Задача – разминировать и удержать прибрежную полосу. А это уже Ленинградская область. Ночные охотники, многоцелевые Ми-8 и ударно-боевые Ми-24. Вертолетные звенья идут в атаку на минимальной высоте. Ведь все отчетливо понимают, что качество и количество рекламируемых суперистребителей или маневренных танков в РФ очень ограничено. Воюют же не отдельные образцы. Вот, допустим, есть образцы, безусловно, потрясающие образцы. Вот кинжал, да, это вот гиперзвуковое оружие. Но их, по-моему, два самолета на опытном боевом дежурстве. А воюют тысячи самолетов. Поэтому, когда на всех федеральных каналах начинают трубить о новых запусках и изобретениях, надо поинтересоваться, а сколько этого всего будет произведено. И технику нужно произвести. Именно нужно вооружить соответствующие полки, бригады, дивизии, которые должны освоить эту технику. Так что вот она правда от военного эксперта, который не понаслышке знает о состоянии российских войск изнутри. Армия воюет не техника, воюет не образцы, даже самые лучшие. Воюют батальоны, полки, бригады, дивизии, вооруженные этой техникой и освоившие эту технику. А таких нет. Только за 2020 год, так сказать, в мирное время, Россия потеряла несколько единиц военных самолетов. В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34. В Краснодарском крае разбился учебно-тренировочный самолет Л-39. Из-за взрыва двигателя в Крыму произошло крушение Су-27. За последний месяц на границу с Украиной были передислоцированы десятки тысяч солдат. Это стоило Кремлю сотни миллионов рублей, которые можно было бы потратить на благоустройство жизни своих граждан. Или увеличение пенсий. Ну а что, смотри, сметана в хорошую балконке, на пирог тебе беседим. Но нет. Доказать всему миру то, чем они не являются. Показать свою псевдо-мощь и раздуть из этого настоящий цирк – это то, что действительно под силу Кремлю. Наша армия ждет приказ верховного главнокомандующего. И тут Скобеева не зря тяжело вздыхает. Ведь в данной ситуации действительно роковой ошибкой Кремля будет поверить в пафосную телевизионную картинку от телеканала «Звезда», а не в то, как на самом деле обстоят дела в российской армии. Продолжение следует...